Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психхар ТВ, который всегда на вашей стороне. И поскольку к нам все время поступали различные письма больных, которые страдают шизотипическим расстройством, вялотекущей шизофренией, то мы решили рассказать о том, что из себя представляют эти диагнозы. И надо вам сказать, что мы очень благодарны, особенно, я не знаю кому, но, наверное, людям, которые выложили в интернет очень полезную информацию. Это рассказ, фактически видеоотчет, это лекции, которые были прочитаны различными специалистами по вялотекущей шизофрении, были прочитаны на школе молодых психиатров, которая состоялась в октябре прошлого года. И прежде всего мы расскажем о лекции Станислава Викторовича Иванова. Это очень известный московский профессор, ученик Академика Смулевича, пожалуй, самый талантливый его ученик и один из адептов вялотекущей шизофрении. Мы будем просто опираться на его слова, которые он сказал на лекции, для того, чтобы вам рассказать о этом явлении. Итак, мы начинаем. Первый призыв. Существует огромное количество больных, у которых в определенный момент жизни начинается болезнь, напоминающая шизофрению, не доходящая до психоза, не доходящая до уровня современных критериев, где требуется минимум один развернутый позитивный симптом, бред, галлюцинации, кататонии или дезорганизации мышления в течение 6 месяцев. Этого у них может не быть. Как видите, слов много, но смысл очень и очень простой. Пациент не соответствует общим принятым критериям шизофрении, потому что у него нет прежде всего симптомов психоза, у него нет бреда и галлюцинаций. А какие же симптомы у этого больного есть? Опять же, нам сейчас Станислав Викторович Иванов подскажет. По сути, то, о чем мы попытаемся дальше говорить, это слепок всей пограничной психиатрии. Потому что расстройства, какие только можно представить во всех рубриках МКБ-10 предшествующих шизофрении, они тут все есть. Итак, это абсолютно любые симптомы. Он говорит о том, что любые симптомы, которые предшествуют шизофрении, но это оговорка, она вполне объяснима, эта оговорка, потому что для адептов вялотекущей шизофрении, для любителей вялотекущей шизофрении, вялотекущей шизофрении является как бы заболеванием номер один, венцом творения, и поэтому любые симптомы, они должны, и любые расстройства, они должны предшествовать вялотекущей шизофрении, а не наоборот. На самом деле в МКБ-10, вообще-то говоря, шизофрении предшествует органические, деменция предшествует заболевания и наркомания. А вот после уже идут аффективные расстройства, невротические расстройства, самые разные расстройства, которые и включаются Станиславом Викторовичем Ивановым и другими последователями, любителями вялотекущей шизофрении в этот диагноз. Итак, что такое вялотекущая шизофрения? Мы прибавляем новый критерий, это любые иные симптомы. Ну, а как это заболевание лечится? Потому что это очень и очень важно. Очень высокий уровень резистентности и крайне медленная реакция на лечение. Очевидно, что эти симптомы, это заболевание лечится плохо, мы получаем с вами третий очень важный критерий. Итак, еще раз подчеркиваю, значит, первый критерий, нет бреда галлюцинации, нет психоза, любые другие симптомы, которые плохо лечатся. Ну и чем это все заканчивается? Но при этом оно у них прогрессирует и приводит их к инвалидности. Обратите, пожалуйста, внимание, что симптомы становятся все тяжелее и приводят больного к инвалидности. Понятно, почему становится все тяжелее. Раз симптомы плохо лечатся, то понятно, что они становятся тяжелее. Мы приведем просто один пример из той же самой лекции, чтобы вам было более-менее понятно, о чем идет речь. И постараемся, конечно, перевести его на русский язык с психиатрического. Если, например, у пациента представлена хроническая тревога, которую антидепрессанты не способны купировать полностью, она его изматывает, мучает. Итак, любая хроническая тревога, которая плохо поддается лечению антидепрессантами и которая постоянно беспокоит больного. Таким образом, исходя вот из этого высказывания профессора Иванова, мы можем сделать небольшую поправку и сказать, что вялотекущая шизофрения ставится любому пациенту, у которого нет шизофрении в общем понимании этого слова, то есть нет бредок, нет галлюцинаций. Любые есть другие симптомы. Эти симптомы плохо лечатся, они становятся все тяжелее или беспокоят пациента постоянно и приводят больного к инвалидности. И вот тут возникает вопрос, а какой диагноз запишут в историю болезни? Вот что запишут вялотекущую шизофрению такому больному? Слушаем ролик. То, что сейчас называется шизотипическим расстройством, куда со скрипом влезают огромное количество самых полиморфных и гетерогенных состояний, традиционно у нас рассматривавшихся в рамках малопроградиентной или вялотекущей шизофрении. Итак, появляется шизотипическое расстройство, куда вписывают всю вялотекущую шизофрению. Мы сейчас вам расскажем, чтобы вам было все понятно, в каких соотношениях находятся эти диагнозы и как это все приключилось. Дело в том, что 10-я международная классификация болезней, как и любая другая классификация, представляет собой кладбище устаревших диагнозов. Это касается не только психиатрии, это касается и других разделов международной классификации болезней. В частности, вот психиатрии. Почему это кладбище устаревших диагнозов? Потому что исчезли неврозы, исчез гомосексуализм, исчезли психосоматические заболевания, психосоматические болезни. Их просто в международной классификации 10-го пересмотра нет. Эти диагнозы устарели. И вообще-то говоря, когда эта классификация вступала в силу, то надеялись, что умрет и вялотекущая шизофрения. Она же неврозоподобная, она же психопатоподобная, она же латентная, простая, паранояльная. Вот думали, что все эти диагнозы уйдут, потому что они не были включены в международную классификацию болезней 10-го пересмотра, в ее канонический текст, который на английском языке имеется на сайте Всемирной организации здравоохранения. Вы можете погуглить и в этом убедиться. Но дело в том, что в нашем Отечестве существовала большая группа любителей вялотекущей шизофрении. И вообще-то говоря, поднялась великая скорбь и плач по вялотекущей шизофрении. То есть многие просто хотели кончать жизнь самоубийством, потому что жизнь им была не мила. Ну как можно жить, если больше нет вообще смысла их существования? А они тебя не мыслили вне вялотекущей шизофрении, просто не могли даже подумать, как это жить вообще вне вялотекущей шизофрении. Ну и тогда, поскольку все эти профессора, там, академики, они входили в комиссию по адаптации международной классификации болезней 10-го пересмотра к нашим условиям, они схитрили. Они что сделали? Они взяли этот гробик вялотекущей шизофрении и тихо засунули его в имеющийся в МКБ-10 так называемое шизотипическое расстройство. Вот здесь в этом шизотипическом расстройстве представлены критерии. Вы можете эти критерии найти в интернете, вы легко убедитесь, что любой человек, которому ставят шизотипическое расстройство, он на эти критерии не похож. Почему он не похож на эти критерии? Да потому что речь идет о том, что это вялотекущая шизофрения, которую засунули вот искусственным образом в этот самый диагноз. Ну и теперь вялотекущая шизофрения продолжает действовать в нашей отечественной психиатрии. Она порождает самые странные такие гибриды, зомби-диагнозы. Например, вот нам писали, что встречается такой диагноз, как шизотипическое расстройство, неврозоподобный вариант, шизотипическое расстройство психопатоподобный вариант, которого, конечно же, абсолютно нигде нет. Итак, что же такое вялотекущая шизофрения в окончательном варианте? Значит, нет бреда и галлюцинации, нет психоза. Любые иные симптомы, которые плохо лечатся, становятся все тяжелее, беспокоят больного постоянно, приводят к инвалидности, но в этом случае пишут в истории болезни не вялотекущая шизофрения, хотя иногда и пишут, но все-таки чаще пишут шизотипическое расстройство. Если вы внимательно посмотрите на все эти критерии, шесть критериев, которые мы с вами выделили, то эти критерии могут быть сформулированы гораздо проще в одной фразе. Итак, что же такое вялотекущая шизофрения? Вялотекущая шизофрения – это фейковый диагноз. Почему фейковый диагноз? Потому что на самом деле такого заболевания нет. Пришлось это заболевание засунуть в категорию шизотипическое расстройство МКБ-10, отмененное расстройство, предназначенное для больных с любыми психическими расстройствами, обратите внимание, без бреда и галлюцинации, которые просто плохо лечатся. Вот, собственно, что означает вялотекущая шизофрения. Вдумайтесь, пожалуйста. Значит, фейковый диагноз больной без бреда и галлюцинации с симптомами, которые просто плохо лечатся. Поэтому, если вам поставили фейковый диагноз, неважно, что вам сказали, вялотекущая шизофрения, шизотипическое расстройство, у вас есть две новости. Я сейчас обращаюсь к пациентам. Хорошая новость. У вас нет бреда и галлюцинации, нет психоза и не будет психоза. Плохие новости. Ваши симптомы плохо лечатся, и врач не знает, что с ними делать. Потому что, если бы врач знал, что с ними делать, он бы вам поставил другой диагноз. А этот диагноз специально предназначен для того, чтобы означать случай некурабельный, у которого врача ничего не получается с ним делать. Поэтому, что я, собственно говоря, могу вам посоветовать, и со мной солидарны все сотрудники Психфарм ТВ. Прежде всего, вы должны подумать, стоит ли продолжать лечение у врача, который не верит в ваше будущее, но прямо об этом вам не говорит, а просто скрывается за диагнозом. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...